У меня в детском возрасте дети занимаются больше акробатикой, страховкой, общеразвивающими упражнениями. От этого очень многое зависит, как ребенок приземлится во время рандата, колеса, сальто. Если человек умеет страховаться, значит у него будет меньше травм. Это зависит начально от шести лет и выше, от тренировок, как они готовят своих питомцев, маленьких детей. Что им они ставят? Это очень важный момент. Вот я был в Москве на тренировке «Игл Семема», там две группы молодые. И 46 человек, только трое сделали забегание, колесо, рандат и страховку. Я имею в виду нужный образ, хотя бы на четвертый. Именно это влияет на травму и нижних, и верхних конечностей, и в целом на травму локтевого сустава, плечевого сустава, шейных позвонков. Значит, колено, голеностоп – это все занимает именно, как ты умеешь приземлиться после полета, после прыжка, после броска. Вот это очень важный момент. Ну, по профилактике лечения, наверное, все-таки врачи скажут, что и как. Я здесь не хочу выглядеть и специалистом, это моя работа. А вот их предупредить, и чтобы их совсем не было, это уже моя главная задача, и с чем я и работаю. У меня до 16 лет практически дети не спаррингуются. И в очень редких случаях, даже в защитной кипровке, я их ставлю на соревнования. Для меня очень важно движение на ногах, работа руками, бой с тенью. Есть такая практика, значит, на лапах, на мяче, на этом работа. Вот в этом моменте видно, как ребенок развивается, какая у него техника. И работа с мягкой грузчей, чтобы кисти не повреждались. Вот я считаю, это этап, который нужно защитить. 12-16 лет ребенка от травм. Это очень важно. И мы это делаем. В контактном виде я, честно говоря, не знаю, что они делают с 8-12 лет с детьми в других залах. У меня это время идут общеразвивающие упражнения, акробатика, гимнастика, страховка. Работа идет. И челночный бег, подтягивания, отжимания, пресс, поддятие ног. Очень много игровых моментов. Ребенок у меня занимается до 12 лет, вообще через день. А через день игровой. Поэтому, почему должны детям наносить травм? Я вот не понимаю вопрос, почему так поставлю. Я в предыдущих вопросах вам ответил, если ребенок разбежался и прыгнул. Очень важно, чтобы он приземлился со страховкой. И чтобы маленький ребенок, допустим, 8-9-10 лет, не боксировал 14-15 летним. Потому что там и удары тяжелые, и во время спарринга, и без защитной экипировки. Если вы выбрасываете просто удары, значит, бой с тенью, никакой травмы не будет. Если вы работаете с мягким грушем, тоже не будет. Но если ставится вопрос, спарринги ведутся или нет, я противник ведения спарринга до 16 лет. Нужно быть работаем на лапах и бой с тенью. Во-первых, ни один ребенок без проверки в зал не приходит. Это проверка инфекционных болезней, это проверка его координации, его физических возможностей, способностей. Некоторые проверяют даже, куда лучше его отдавать, ориентир, направление. Где у него стартовая скорость, физическая мощность, где он гибкий. Родители, которые были спортсмены, знают, что желательно будет его проверить и ведут таким образом залы. Но проверить голову или какой-то орган, надо проверить все. И ребенок должен получать удовольствие от занятий. В игровых моментах больше должны быть игры, больше должны быть страховки, больше должно быть развитие для ребенка в начальной стадии. А потом определяют, куда его, этого ребенка. Может, дзюдо, может, самбо, а может, бокс, а может, каратэ или кукунчика. Разные виды спорта. А может, он очень способен других видов, совсем других, командных видов. Он соображает очень много команды, будут эти индивидуальные. Надо выбирать, и подход должен быть таким же. Ну, я думаю, именно вот в этом моменте, то, что я говорил во время колесо, рандат, приземление, там на пальцах ноги не так приземлялся, или чересчур, значит, после полета, надо на двух приземляться и с поворотом на 180, иногда на 360 градусов. Вот во время обучения бывали вывыхы, иногда получались и переломы, и во время там купания на улице, там тоже получили травмы, не только на тренировке. Это или он мог что-то попробовать себе на перекладине, может упасть оттуда, и в школе, и в колледже, и на улице. Не только в залах получают травмы. Поэтому мелких таких переломов часто бывали. Честно говоря, таких травм не помню в детстве у детей, потому что там очень большие перчатки, там шлема, там на целую грудь зашить нет. И чем вот такой амуницией ему спарринговаться, выступать, я лучше его подготовлю во время борьбы, схваток, во время дзюдо, самбо, во всех видах борьбы. Я думаю, это больше дает пользу, чем вот так в мешающей форме выступать по этим видам. Лучше ему бороться и по классической борьбе, и по дзюдо, и по самбо, и по вольной борьбе, где у нас это очень развито. Она дает больше в дальнейшем пользу.